Ну что ж, давайте начнем вот такую непростую тему самостоятельности у детей дошкольного возраста. Кстати, если у вас появятся вопросы, то вы их не стесняйтесь, пожалуйста, задавать. Хорошо, прям в чате, потому что я могу на них отвечать тут же по ходу своего рассказа. Буду говорить с точки зрения психологии. И, конечно, мы коснемся методов, методик, но мне сейчас очень важно сделать какие-то такие глобальные вещи, то есть показать, а как вообще любой навык самостоятельности формируется. Ведь самостоятельность, это же разные навыки, самостоятельность бывает физическая, то есть ребенок может себя одеть, может себя накормить, если ему дали еду, предоставили еду, сам может покушать, привести свою одежду в порядок, самостоятельность физическая. Есть самостоятельность эмоциональная, когда ребенок может справиться со своими эмоциями. Есть такой аспект самостоятельности, как умение занимать себя, ставить свои цели, выполнять свои цели. В общем, это очень много разных аспектов. Но вот для того, чтобы натренировать все эти аспекты, есть единый такой путь. Вот про этот путь я хочу вам рассказать. Ну и мы не будем перебирать все виды самостоятельности, их много, и мы остановимся конкретно на самостоятельности физической, то есть это то, что называется навыком одеть себя, привести себя в порядок. И будем говорить о самостоятельности эмоциональной. Про остальное тоже мы поговорим немного, коснемся всех видов самостоятельности. Ну и, пожалуйста, задавайте вопросы, если они появятся. Итак, что такое самостоятельность? Это личностное качество, которое проявляется в определенных поступках. То есть самостоятельный человек, во-первых, он знает точно, чего он хочет, он знает точно, чего он не хочет, как этого достичь и как понять, что цель достигнута. И еще человек понимает про свои границы, знает про свои границы, то есть он точно знает, за какие границы нельзя заходить. Ну, например, самостоятельный ребенок, оставленный дома, поиграть, может себе выбрать, например, я хочу сейчас порисовать, и тогда я пойду возьму кисти, краски и порисую. Потом я хочу полепить, потом я хочу посмотреть мульты, например. Ну, я точно знаю, что не стоит лезть в мамин шкаф, и точно не стоит устраивать опыты в ванной, потому что это мои границы, я за них не пойду. Вот, если понятна эта ситуация, поставьте огонечек, пожалуйста, слева от чата, не в самом чате, а слева огонечек. Ну, то есть это вот целый такой спектр поведенческих сценариев, которые у человека должен быть. Кстати, деление на детей и взрослых для меня, как для практикующего психолога, оно очень условно, потому что среди взрослых, честно говоря, тоже есть несамостоятельные люди, а среди детей, даже маленьких, бывают очень даже самостоятельные люди, которые всё могут делать сами. Итак, если мы возьмём любую форму самостоятельности, то в ней мы можем выделить вот такие компоненты. Первое – это умение брать на себя инициативу, то есть чего-то захотеть. Второе – это целеустремлённость. И третье – это самоконтроль. Давайте возьмём несколько примеров. Кстати, в чате тоже примеры можно писать. Например, ребёнок, который хочет и умеет самостоятельно одеваться. Мама говорит, пойдём гулять. Но ребёнок говорит, да, хорошо, я сейчас надену курточку и брюки. Надену курточку и брюки. То есть он проявил инициативу. Он справляется со всеми формами замочков и одевает на себя эту одежду. И после этого он, глядя перед зеркалом, проверяет себя, насколько он правильно оделся. Вот примерно так. Ну и теперь пройдёмся по нормативам. Мы с вами, конечно же, помним, что нормативы все очень условны. И дети у нас встречаются разные. И, кстати, сегодня мы поговорим про самостоятельность у детей с особыми потребностями. Я думаю, что это тоже тема такая наболевшая. Ну вот, то есть нормы приближённые, но тем не менее. Смотрите, вот если мы берём норму 3-4 года, то для двухлетнего ребёнка и пятилетнего ребёнка это норма, ну, нормальная. Да, нормальная. То есть с пятилетним уже стоит задуматься, с двухлетним стоит порадоваться за родителей и воспитателей, сказать, ух ты, какой молодец. Но если, например, ребёночек 12 лет или 40 лет не убирает вещи на свои места или не способен играть в небольших группах, да, или не чистит зубы, ему надо об этом напоминать, наверное, это уже не норма. То есть норма, конечно, относительная, но она всё равно есть. Итак, 3-4 года. Ребёнок уже управляет со своей одеждой, он может убрать вещи на свои места. Возможно, ему нужно будет подсказать, что он должен это сделать, но тем не менее он способен это сделать самостоятельно. Полностью справляется с походом в туалет. Ну, и тема такая, она щекотливая, но однажды, когда мы повезли деток 10-12 лет на выездную программу, одна мамочка пришла и зашептала, вы знаете, вот у нас проблемы с похождением в туалет, и вам нужно проверить, качественно ли он привёл себя в порядок после того, как сходил в туалет. Конечно, у нас был шок, но тем не менее это показатель того, насколько несамостоятельны бывают наши дети и как важно их этому научить. Дальше. Снимать и одевать простую одежду. Надевать. Может подойти за помощью с мелкой застёжкой и какие-то непривычные вещи, но, в принципе, одевается сам. Может сам играть, самостоятельно чистит зубы, умывается. Ну, и из таких навыков, что называется, трудовых, да, режет ножницами, раскатывает и расплющивает пластилин, но тут же можно добавить, что уже рисует карандашами и много всего ещё. Но это чтобы был понятен уровень, да, ребёнка. Так, следующий возраст. Секундочку. 4-5 лет. Появляются друзья, то есть это уже самостоятельность в контактах, самостоятельность в общении. Принимают правила поведения, это значит, что появляются границы у нас. Проявляется самостоятельность инициатива в правилах игры. Может выбрать себе одежду по погоде. полностью одевается сам, используя разные крючки, кнопки, там, застёжки, шнурочки. И может участвовать самостоятельно в играх без помощи взрослого. Это вот без помощи взрослого, это тоже такая очень важная вещь. Движемся дальше по возрасту. Ребёнок 5-6 лет. Самостоятельно одевается, сам собирает свой рюкзак. Может быть, у него вначале есть некая инструкция, по которой нужно собрать, может быть, даже чек-лист, но, тем не менее, он делает это самостоятельно. Ну, и желательно, чтобы в школе ребёнок уже с самых первых школьных дней самостоятельно сам складывал свой рюкзак. Ну, и, конечно, у него будут погрешности в первом классе, но если он будет проявлять самостоятельность, то ко второму классу уже справится. Разбирается за всяческой упаковкой разнообразной. Может открывать банки, коробки и так далее. Самостоятельность в проявлении, что ли, в управлении собой, да, в проявлении ВПФ. То есть 5-6 лет – это произвольность высших психических функций, и ребёнок уже может сопротивляться каким-то раздражителям. Например, если ему интересно, и он конструирует дом из конструктора, из леды, например, а вокруг носится орава детей, он эту ораву даже не заметит. То есть они будут бегать, он будет заниматься своими делами, и все будут счастливы. Ну, и ребёнок уже самостоятельно может выполнять простые задания и слушать педагога на занятиях. Это уже подготовка к школе, и мы за шестой, скажем так, год жизни, 6 лет и 7 лет, отчим детей тому, чтобы они проявляли инициативу и самостоятельность на занятиях. Давайте мы с вами посмотрим, как формируется самостоятельность. Ну, и понимая, что всё, хватить я не смогу, давайте мы с вами остановимся на таком важном навыке, как умение самостоятельно одеваться. Кстати, напишите, пожалуйста, в чат, вот сколько лет вашим детям и умеют ли они самостоятельно одеваться. Тоже будет интересно узнать. Ну, и вообще про это умение. Кстати, на него мы всегда обращаем больше всего внимания. После него идёт навык кушать самостоятельно, красиво и аккуратно. Потом уже навык пользования туалетом, но вот навык пользования туалетом, он как бы складывается чаще всего, а вот с одеждой это у нас возникают проблемы. Напишите, пожалуйста, тоже обратную связь. С детьми 6-7 лет многие не умеют. Да, я с вами, Екатерина, соглашусь, у нас тоже детки приходят в группу подготовки к школе, и родители их одевают, раздевают, потому что ребёнок просто сидит, свесив ноженьки и ничего не делает. Вот, Наталье повезло, все умеют одеваться. Наверное, не просто повезло, а это заслуга Натальи, наверняка она приложила к этому свою педагогическую рученьку. Вот, у Натальи тоже все умеют дети одеваться. Отлично, это значит, что у вас всё-всё-всё идёт по плану. Давайте посмотрим, что за навык. Вообще одежда, само устройство одежды, оно достаточно для ребёнка сложное, потому что здесь много таких вот навыков мелкой моторики. Потому что у нас на одежде есть пуговки, есть кнопочки, есть застёжки-молнии, есть шнурки. Какая-то одежда хорошо одевается, какая-то как колготки плохо натягивается. Вокруг по 2-3 года категорически нет. И родители требуют, чтобы детей не заставляли, не травмировали. Ой, вообще беда. Шнурки тоже проблема. Вот, тогда, наверное, уважаемая коллега, здесь только фамилия у нас, Васильченко, видимо, да, вот та информация, которую скажу, она для Вас, наверное, будет интересна. Смотрите. Лучший возраст для обучения вообще навыкам – это возраст 2-3 года. Где-то между 2-3 годами у ребёнка происходит некий сдвиг в сознании, и он себя отделяет от родителей и начинает воспринимать как абсолютно самостоятельную личность. Это кризис 3-х лет. Но в любом кризисе есть огромный потенциал для роста. И как этот кризис ребёнок проходит? Он говорит «я сам». И вот здесь очень многое зависит от родителей. Если родитель говорит «ты сам молодец», «окей, давай, держи». Вот, я тебе показываю как, а ты сам делай. И родитель часть функций по одеванию постепенно перекладывает на ребёнка одну за другой. Тогда ребёнок с удовольствием начинает одеваться сам. И вот это прямо окошко возможностей. Вот так вашим родителям и скажите. Окошко закроется, будут одевать своего ребёнка, да, пенсии. Так оно и получится. То есть здесь мы просто как бы на волне этого интереса к самостоятельности можем ребёнка многим-многим вещам научить. Поэтому да, 2-3 года – это самый лучший возраст. Как мы можем научить вот смотрите, сейчас у нас идёт как бы постепенная работа, да. Понятно, что тоже неправильно будет, если мы малышу отдадим вот ворох одежды и скажем, ну всё, ты большой, давай одевайся сам. Нет, начинаем мы с комментирования. Это начинается, кстати, до 2 лет пораньше, да. Когда мы ребёнка одеваем, мы комментируем свои действия. Это немножко занудно, но очень полезно. Давай подставляй правую ножку. Мы сейчас вот колготинку соберём, кормушку наденем, теперь на левую ножку. Молодец, теперь давай брючки, у брючек две штанины, ну и так далее. Вот. То есть мы комментируем всё и как бы вот этот навык переводим в слова. Это будет потом ребёнку подсказка. Даём короткие указания ребёнку, например, открой шкафчик, сними кортку, повеси на крючок и так далее. И потом уже, когда мы начинаем помогать, мы тихонечко свои руки убираем, да, и мы оставляем свою речь. То есть мы ничего не делаем, мы ребёнку помогаем речью, комментируем. Вот. И следующий этап, это когда вместо нашей речи ребёнку начинает помогать его собственная внутренняя речь. То есть он начинает комментировать. Вот брючки, вот правая штанинка, вот там дырочка, я просовываю ногу. Кстати, если вы посмотрите в сети интернет, есть огромное количество стихов на одевании. То есть можно одеваться под стихи, ребёнок стих запоминает, и ему потом становится легче. Так. Группа 4-5 лет проблемы с одеванием только у одного. Есть. У нас от года 6 до 4 лет частично сами одеваются. Просто рада за вас, коллеги. Вот. То есть, смотрите, мы постепенно передаём полномочия. Сначала взрослый всё делает сам, потом ребёнок делает отдельные операции, и потом взрослый делает отдельные операции, ребёнок всё. И в конце концов ребёнок всё делает сам, и, конечно же, получает нашу горячую похвалу. Что ещё важно в этом процессе? Ну, и опять-таки, вот этот процесс, его можно как бы, вот этот опыт, применить на любую форму самостоятельности. Удобство вещей. То есть, когда ребёнок начинает обучаться одеванию, то у него вот самих операций сложно, должно быть как можно меньше. То есть, допустим, у него свободные брючки, свободная кофта, обувь на липучке, застёжка на молнии, варежки, да, вот удобные вещи. И он с этим комплектом обучается разбираться. Он научился одеваться в этот комплект, надевать на себя его, и потом мы можем тихонечко-тихонечко сложность увеличивать. Например, тот же комплект плюс ботиночки на шнурках, или тот же комплект плюс варежки, например, или пуговки и так далее. Вот Елена пишет, 20 человек, говорят, я не могу возраст от 2 до 3 лет. Вот в это время дети уже говорят «хочу». Ну и трудные задачи решаем в игровом режиме. То есть, здесь уже не забываем, что есть бизи-борды разнообразные, или, конечно, их можно купить, но они дорогие, но можно привлечь пап, у которых есть руки, да, мастеровые, и можно из старых вещей, из шнуровок сделать вот такой вот бизи-борд, сначала на нём потренироваться, а потом на себе, потому что, ну, одевание – это навык, который требует тренировки. Типичные ошибки взрослых. Почему дети после 3 лет не начинают одеваться самостоятельно? Первое – это торопливость. Мы, взрослые, живём в таком бешеном режиме, что нам некогда тратить время на обучение ребёнка простым вещам. Нам кажется, что это не важно, нам кажется, что так быстрее экономим своё время, и мало кто из мам способен 5-10-15 минут сосредоточенно сидеть рядом с ребёнком и выяснять, правильно ли он делает, неправильно, со стежками, с преподавками, помогать ему одеваться. Скорее всего, мама, бегом за 2 минуты, не отрываясь от телефона и кофе, ребёнка одевает, упакует и утаскивает в детский сад. Это первый вариант. Ну и, кстати, если вы видите это у своих родителей, поставьте цифру-единичку, чтобы мы тоже какую-то такую статистику увидели по стране. Второе – это критикующие мамы, мамы-перфекционистки. Вы их тоже встречаете в ваших детских растевалках, и эти мамы говорят, ты всё делаешь не так. Вот неправильно, и это неправильно, и ногу не туда всунул, и не так всё сделал, и всё неправильно. Давай я сама сделаю, у меня получится лучше. Вот. Один ребёнок, в самой младшей семье, всё за него делают, плюс бабушка. Ну, бабушки, да, если бабушка, ну, как бы неосознанная бабушка, да, такая стихийная, то она способна испортить вообще любое педагогическое начинание. Бабушки у нас такие бывают. Вот. То есть очень критикующие родители и бабушки, и посыл точно такой же. Я старше, я лучше тебя, я всё сделаю самостоятельно. И третий вариант, он тоже, как бы, всегда делается из благих намерений, но получается, как-то не на благо ребёнку. Это вариант, ты уже большой, должен одеваться сам. То есть чаще всего это такие родители непоследовательные и они из одной категории переходят в другую. То есть, допустим, до трёх лет мама носилась с ребёнком, его быстренько одевала и раздевала самостоятельно, и он сидел, как куколка. Три года ребёнку исполнилось, у мамы что-то в голове перещёлкнуло, или она вдруг увидела, что остальные дети одеваются сами, и она говорит, слушай, ты большой на одежду, одевайся сам, пожалуйста. Всё. Или ребёнок начинает возмущаться, что это такое, почему ты меня одеваешь, никого не одеваю. Думаю, на, одевайся. Но при этом, что? Навыков нет. То есть, желание большое есть, навыков нет. Поэтому ребёнок быстро бросает эту затею и сдаётся, и мама опять его одевает. Поэтому наша задача педагогов и самим проявлять, и родителям, конечно же, рассказывать про то, что обучающий взрослый это тоже практически профессия, родитель осознанный, это тоже профессия, поэтому ему обязательно нужны спокойствие, выдержка, умение объяснять, умение планировать время. Ну, например, заложить те несчастные 15-20 минут на то, чтобы ребёнок мог спокойненько одеться, и мама при этом не сильно суетилась. Вот. Это по поводу того, как формируется навык одевания. Ну, и точно так же на любые бытовые навыки можно этот навык перенести. Самое главное, что мы здесь имеем некую схему передачи навыка от взрослого к ребёнку, и мы имеем качества, которыми должен обладать взрослый, чтобы спокойно, без болезни, именно для двух сторон этот навык передать. Вы можете взять навык, например, обучения кушать самостоятельно, и будет то же самое. Сначала взрослый кормит ребёнка и рассказывает, показывает. Потом ребёнок начинает помогать взрослому, например, часть еды с своей ложечкой ребёнок сам съедает, и остаток докармливает взрослый. Потом взрослый помогает совсем чуть-чуть, и потом ребёнок берёт самостоятельно на себя эту функцию. Короче говоря, вот все бытовые материальные навыки, они вот примерно по такой схеме приобретаются. Эмоциональная самостоятельность. Давайте посмотрим ещё вот такой невещественный навык, как умение управлять своими эмоциями. И опять-таки вот то, что я про не физический, можно сказать, ментальный навык, да, то есть навык неких идей, навык личности, рассказываю, это можно перенести на социальную самостоятельность, например, на учебную самостоятельность, на всё то, что требует ну как бы мыслительных процессов детей. Поэтому говорим про эмоциональную самостоятельность, это чаще всего у нас ну как бы пропадает из поля зрения. Как развивается эмоциональная самостоятельность? смотрите, первый пункт это малыш, который начинает проявлять эмоции осознанно. То есть он видит, что происходит, да, и он может отреагировать эмоционально на эти события. Это первый этап, это инициатива. Дальше. Постепенно осваивается навык контроля эмоций и умение самостоятельно успокаиваться во время стрессовых ситуаций. То есть свои эмоции ребёнок начинает контролировать. Дальше. Ребёнок становится более самостоятельным в выражении предпочтений. То есть это уже прошу прощения не чистая эмоция, это ещё эмоция, переведённая в слова, да. Я хочу, мне нравится, мне не нравится, перестань это делать, сделай это и так далее. После этого ребёнок учится называть свои эмоции, понимать себя, ну и начинает проявлять инициативу в решении проблемных ситуаций. То есть когда сталкивается с эмоциями своими или чужими, он знает, как с ними разобраться. Ну, например, если его приятель расстроился или сильно рассердился, то ребёнок может что-то предложить, посоветовать, какие-то упражнения, чтобы этот ребёнок успокоился. Вот примерно такой путь и по-честному ребёнок может до 7 лет этот путь пройти. А для того, чтобы ребёнок этот путь прошёл, мы точно так же, как с физическими навыками, должны начать с некого процесса, когда мы служим для ребёнка примером. То есть, когда мы что-то делаем за него. Как можно прожить эмоции за другого человека? Вообще-то можно, и психологи называют этот процесс сконтейнирования. Что это такое? Это когда ребёнок приносит взрослому свою эмоцию, и взрослый превращается в некую такую чашу, в контейнер, куда эту эмоцию можно положить и там переработать. Вернуть себе, но уже в каком-то переживаемом виде. Например, чтобы было понятно, ребёнка очень сильно напугали. пусть собачка какая-нибудь маленькая собачка прибежала, захотела познакомиться, сильно-присильно тяфкнула, ребёнок испугался и побежал к маме. Вот он прибегает, он жидает, кричит непонятно, что мама уже свою чашу подставила и говорит, ты же испугался, я вижу, что ты испугался. Тебя напугала собачка. Собачка напугала, потому что очень громко крикнула. Конечно, это страшно. Давай посмотрим, что происходит. Собачка, конечно, очень громко тяфкнула, но посмотри на её личико. Она злая, ребёнок говорит, да нет. Потом смотрит и говорит, ну, мне кажется, что она даже улыбается. Мама говорит, смотри, ты иногда тоже громко кричишь? Вот собачка громко крикнула, а ты решил, что она злая. На самом деле она пришла познакомиться. Ну, и дальше рассказывает о том, когда надо бояться собачек, когда не надо бояться собачек. И всё. То есть, смотрите, вот этот страх ребёнка, в мамин контейнер, про этот страх ребёнок всё узнал, то есть, когда нужно испытывать, когда не нужно испытывать, и ему мама обратно отдала вот этот страх уже обработанный. То есть, теперь, если кто-то громко тяфкнет рядом, ребёнок посмотрит, ну, и оценит степень опасности и решит, спасаться ему либо не спасаться, ну, как-то отреагировать по-другому на эту собачку. Поставьте огонёчек, если понятно. Мамы вообще у нас контейнируют плохо, поэтому дети эмоционально зависимы и не самостоятельно эмоционально, ну, и точно так же это касается взрослых, потому что много-много раз на консультациях мы, психологи, психотерапевты, тоже раскрываем свой контейнер для того, чтобы принять эмоции клиента и помочь переварить. Вот. То есть, если мама контейнирует плохо, то она в этот момент, допустим, тому же ребёнку скажет, ну, чё ты боишься-то? Ну, подумаешь, собачка тяпкнула, ты чё, вообще, трусливый мальчик, что ли? Ты будешь так же бегать от любой собачки ко мне, и что? И потом будешь солдатом тоже ко мне, будешь бегать, стыдно бояться, стыдно. Тогда у ребёнка мало того, что страх не проработан, ещё и стыд добавился, который тоже не проработан. Вот. Это то, что называется контейнированием. Ну, и, конечно, эмоции ребёнок начинает проявлять, когда у него есть безусловное принятие. Как научить самостоятельно переживать эмоции? Это тоже такая мечта для родителей, для педагогов, что ребёнок справляться будет со своими эмоциями самостоятельно. Ну, это мечта осуществимая. Смотрите, первое, это увидеть эмоцию ребёнка, потом объяснить, что это нормально, что так бывает и помочь ему разместить. Давайте по этапам пройдёмся. Первое, первый этап устойчивости присоединения. То есть, вначале мы успокаиваем себя. Здесь чёткое правило кислород пилоту. Как бы ребёнок не истерил, как бы он не громил окружающее, первое, мы заземляемся, заземлиться очень легко, если тут же подумать про свои пятки и ступни и почувствовать ощущение в ногах, в ступнях. Можете сейчас попробовать приземлить свои ступни на землю и вы почувствуете себя абсолютно по-другому. Можно продышаться немножко и уже в спокойном состоянии ребёнку говорим «Я знаю, что ты чувствуешь». То есть мы ему приносим его эмоцию, говорим «Ты чувствуешь страх, ты чувствуешь раздражение, гнев и так далее». Второй этап прояснение. То есть ему нужно объяснить, что с этим происходит, что с ним происходит. То есть мы слушаем, что случилось, называем это чувство, что это такое. Например, ты бежал, бежал, упал, и тебе больно, ты плачешь, потому что тебе больно, боль. Тебе обидно, что тебя не выбрали на конкурсе. Ну и главная фраза здесь «Я тебя понимаю». То есть здесь ребёнок очень сильно успокаивается. И третий этап это планирование. То есть мы помогаем ребёнку найти ответ на вопрос «А что дальше-то делать?» Если собачка напугала, то как жить дальше, как с собачками разбираться? Если жуткая обида, потому что не взяли на какой-то конкурс или не выбрали читать стишок или петь песню, тогда что с этой обидой сделать? Как поступить в следующий раз? Здесь могут быть гениальные идеи, например, когда мальчик обиделся, что его не взяли читать стишок по две строчки, да, когда группа выходит, детей по две строчки читают, и мама говорит, ну, да, я понимаю, что тебе обидно, тебе хочется на сцену. Он говорит, да, давай большой стих выучим и выйдем, все, и договорились с воспитателем, он выучил огромный стих, вышел и прочитал, разобрались с обидой, все, все замечательно. Огонечки ставят, тут у меня уже кефир появился, пол батона, очень даже здорово. Что мешает развитию навыков самостоятельности, ну, и вообще в целом, да, и физических, и то, что называется не физических, личностных. Первое, как уже выяснили, взрослые не передают инициативу ребенку, потому что по какой-то причине решили забрать себе. Второе, взрослые не передают знания. И вот третья причина, которая тоже бывает, ее нужно учитывать. А когда у ребенка нет внутренней возможности, освоить эти навыки. Почему у него может не быть этой возможности? Может происходить общая задержка развития. То есть он уже большой, ну, допустим, 3-4-5 лет, а психическое развитие у него в возрасте 2 года. Так тоже бывает и в наших группах это бывает часто, я об этом знаю. Ну, и он на 2 года и действует. То есть он пока не может, его нервная система не дает ему возможности этим навыкам обучаться. 2-й частный случай это нарушение пространственного восприятия. И, как правило, если у ребенка нет пространственного восприятия, то навыки даются с трудом. Особенно навык одеть себя, покормить себя, прийти в какую-то определенную точку, ну, да, ну, в этой жизни, ну, в детском саду, например, найти на какой-то полке какую-то игрушку и так далее. То есть у него вот это нарушение есть. И это нарушение, оно может быть физического генеза, то есть проблемы с мозжечком. у нас внутри нашего головного мозга есть специальная такая, специальная часть органа, которые отвечают за равновесие и пространство. И они очень-очень хрупкие, такие нежные. И если, когда ребеночек рожает, ему немножко там, ну, сворачивают шею, грубо говоря, да, то есть какая-то травма шеи происходит, или сильно тянут, или что-то еще там, тогда у него вот эти части мозга действуют плохо. Ну, и он просто вот такой неловкий, расторможенный бывает, и у него плохо с пространством. Тогда он штаны будет напяливать на руки, например, шапку задом наперед, право-слево, конечно же, он запутается, а шнурки, ну, просто ему не поддадутся. И третье, это нарушение крупной и мелкой моторики. Дети, например, с ДЦП, с частичными порезами, с параличами, с какими-то еще нарушениями опорно-двигательного аппарата, они не могут именно потому, что у них ручки так не работают. Огонечки у нас летят, да, абсолютно согласна, отлично. Вот, что еще важно? Так, секундочку, вот смотрите, про деточек с ОВЗ я чуть-чуть подальше расскажу. Еще важный такой момент, это семья, да, то есть, насколько семья дает развиваться и дает самостоятельность и дает позитивный контроль. То есть, в идеальной семье, в которой ребенок будет очень самостоятельным, у него есть возможности для действия, то есть, ему разрешают самостоятельно одеваться, ему оказывают разумную помощь, родители контролируют позитивно, да, что такое позитивно. Это, например, надень сегодня, пожалуйста, курточку, потому что на улице дождь. Если ты пойдешь без курточки, то ты можешь промокнуть под дождем и приболеть. Я за тебя волнуюсь. А негативный контроль это сейчас же надень куртку, иначе на улицу не пойдешь. Я думаю, что разница понятна. Вот, а если в семье обозначают разумные границы и поощряют инициативу, то есть, ребенок что-то сделал, ему говорят, молодец, умничка. В каких семьях плохо возникает самостоятельность у детей? Вообще, когда мы берем все разнообразие семей, их описать можно через четыре такие шкалы. Это контроль, уважение, эмоциональная близость и гибкость. Это, в принципе, такие показатели семейной системы. И, например, если мы берем гармоничный стиль семьи, то там всего достаточно. То есть, там есть контроль, там есть уважение, есть эмоциональная близость и гибкость. И, таким образом, например, здесь мама точно будет контролировать, чтобы ребенок был цел, одет обод с почищенными зубками и покушал. При этом она уважает потребности ребенка, при этом она может быть гибкой. Ну, например, если он отказывается одеваться на прогулку, то говорит, ну, хорошо, давай не пойдем гулять, побудем дома. И ребенок пять минут, подумавший, думает, нет, давай я все-таки оденусь и пойдем гулять. Хочется очень. Ну, вот, примерно так. Авторитетный стиль. Что это такое? То есть, здесь родитель непререкаемый авторитет для своего ребенка. Это не авторитарный. То есть, здесь это идеальные мамы и папы, которых дети безумно любят, но при этом им полностью подчиняются. Это ощущение, когда мама и папа лучшие люди на земле. Вот как-то так вот они создают ощущение. То есть, здесь родители контролируют, они ребенка уважают, здесь есть эмоциональная близость, то есть, ребенка точно любят. Здесь единственное, что нету гибкости. То есть, ребенок вправо-влево не может отступить от того, что говорят ему горячо любимые родители, а потом уже и не хочет. То есть, там гибкость теряется в таких семьях. Авторитарный стиль. Здесь родители очень жесткие и от авторитетного стиля, смотрите, чем он отличается. Здесь самое главное это контроль. То есть, должно быть сделано все по правилам. Что там чувствует ребенок, вообще не важно. То есть, здесь нет и уважения к ребенку, эмоциональной близости, нету гибкости. Вот, недавно у нас на занятии мама 12-летнего мальчика при нем при нем жаловалась тренером на то, что он постоянно забывает в бассейн взять свои трусы. Ну, при детях, при всех. Ну, вот это авторитарный стиль. Либеральный стиль. То есть, здесь родители говорят нас свобода, нас полная свобода, мы все друг друга любим, делаем, что хотим. И вот в этой семье не будет контроля, то есть, ребенок будет безграничным. И этот ребенок будет приходить, конечно же, самостоятельно одетым, но с перепутанными варежками, с окошками, с перепутанными варежками. Ну, хорошо же, все замечательно, мы его любим. Вот, это такой стиль семьи. Ну, и попустительский стиль, скорее всего, в таком случае у родителей нет энергии на то, чтобы воспитывать своих детей по каким-то причинам. Или они сами не выросли, или они слишком много работают, и вот родили, растет, и ладно, на больше их не хватает. Здесь я не ухожу в отрицание. У нас бывают разные ситуации в родительских семьях. Бывает, что и вот так вот. Тоже. Вот, то есть, семья, она тоже очень сильно влияет на то, как будет самостоятельность у ребеночка развиваться. Ну, и оценивая стиль семьи, вы уже можете, например, дать какие-то рекомендации родителям. Можете их с этими шкалами познакомить, например. Ну, и, кстати, не входя в какие-то там долгие тестирования или какие-то сложные диагностические материалы, вы можете просто родителям вот эти шкалы предоставить и сказать, а как вы считаете, вот как вам кажется, по этим четырем категориям у вас в семье мало или много. И вот это вот мало или много, оно на что влияет, как вам кажется. И вместе с родителями тогда вы можете, ну, вот на таком простом материале немножечко подкорректировать семейную систему. Семейная система, уважаемые коллеги, корректируется иногда. Ну, у нас чаще всего погрешности в воспитании детей, потому что родители просто не умеют это делать. И когда с экспертной точки зрения объяснишь как надо, тогда уже все меняется очень сильно. То есть чаще всего у нас родители позитивно настроены, настроены на то, чтобы своего ребеночка вырастить счастливым, поэтому не бойтесь родителям вот об этих вещах рассказывать. Теперь немножечко про деток с ОВЗ. Кстати, поставьте огонечки, кому это важно, у кого не самостоятельные детки с ОВЗ в группах. Ну и кстати, вот когда я эту книжечку прочла, то поняла, что это не только про ОВЗ, то есть если у вас ребенок нормотипичный, но там есть педагогическая запущенность, ну из-за семейной системы, из-за других каких-то вещей, то вот этот путь ему тоже можно пройти. Эта книга называется путь независимости и она посвящена развитию самостоятельности в бытовых навыках у детей с ОВЗ. Основные принципы, то есть опора на имеющиеся навыки, начинаем с того, что ребенок точно знает и умеет, дальше это разделение навыка на милитарные операции, система поощрений и потом создание сцены, то есть создание условий для формирования навыков. Ну и когда вы скачаете презентацию, то по ссылочке вы эту книгу можете найти, она находится в свободном доступе, ее можно прочитать. Что такое разделение навыка на элементарные операции? Ну, например, если у нас пусть ребенок нормативит 5 лет, или ребенок с ОВЗ 7, 10, 12 лет и так далее, когда ему говорят «прибери, пожалуйста, в комнате». Вот, говорят «прибери в комнате». Он говорит «да, мама, хорошо, мама, ничего не делает». Это может быть и потому, что он не понимает, что значит «прибрать в комнате». Может, он там три пылинки сдул и считает, что это уборка. Попробуйте для себя, например, любой навык, который вы хотите привить детям, разделить на вот такие элементарные операции. Что значит «прибрать в комнате». Значит заправить постель, убрать мусор, прибрать игрушки и одежду и протереть пыль. Ну и смотрите, вот каждую эту операцию, если ребенок с ней не справляется, ее можно разделить тоже на отдельные операции. Так, у нас коллеги жалуются, многие родители, многим родителям не всегда можно говорить и рекомендовать, родители не принимают информацию. Родители очень упертые, пардон. Да, я тоже с этим сталкиваюсь постоянно, каждодневно и, ну, отступлю немножко от презентации. Смотрите, у меня есть некий такой скрипт разговора с родителями о проблемах у ребенка. Первое, что я говорю, я просто говорю, я вас уважаю, принимаю, ваш ребеночек чудесный, замечательный, вы тоже мне глубоко симпатичны. Ну, присоединение, да. после этого я говорю, у нас происходит вот это, вот это, вот это, вот это, ну, например, Сенечка не умеет надевать свою обувь, да, он не умеет, ну, пусть орудовать ножницами, часто дети это не умеют и что-то еще. Дальше я говорю, я за него беспокоюсь, мне кажется, что вот отсутствие этого навыка может ему причинить неудобства в жизни. Вы как считаете? Дальше выслушиваем маму и потом говорим, давайте подумаем, что мы можем сделать, чтобы этот навык развить. Давайте подумаем и здесь уже не вы предлагаете решение, давите как бы сверху, мама сама думает, а может быть вот это вот, да, хорошо, может быть его поучить на каких-то моделях, да, отлично, давайте мы сандалики с липучками на два месяца, можете? Она говорит, да, я говорю, хорошо, сандалики с липучками и мы получим его просто надевать, сандалик на ножку, а потом уже будем со шнурочками разбираться. Шнурочки пока на бизи-борде порепетируем. Ну, пожалуйста, вот так вот. Педагогическая этика. Да, ну, я считаю, что это и есть педагогическая этика, то есть не уходить в положение судьи и не уходить в положение просителя, оставаться экспертом и говорить с точки зрения экспертности. Вот, возвращаемся к нашей борде-команте, хорошо? То есть мы остановились на том, что эти операции для детей мы тоже можем разбить под операции. Например, заправить постель, это значит сначала натянуть простыню, сбить подушку, расправить одеяло, положить покрывало и так далее. Ну, вот здесь уже становится понятнее. То есть, смотрите, когда мы разбили это на запчасти, то мы можем по одному навыку наращивать, а остальное будем делать пока сами. И вот вам алгоритм работы, то есть мы навыки диагностируем, понимаем, что ребенок умеет, что не умеет, выбираем навык, который отрабатываем, делим его на операции, проверяем, поощряем и дальше со следующим навыком. Очень хлопотная работа, но тем не менее. Как мы можем помочь ребенку? Показать, как это делается, потом сделать вместе, ну и потом по одному как бы действию отдавать ребенку. Ну и вот для деток с УВЗ есть вот такие вот разнообразные вещи. Да, да. Вот смотрите, Татьяна, мы сейчас об этом. Как мы можем привить навыки самостоятельности? Через вот ту схему, которую я показала сейчас вот только что, да, и вот через вот такие вот пособия, да, то есть это рутины, когда мы рутины, ребенка выписываем, вырисовываем. Дети с РАС, дети с СТВГ, например, дети с ЭПР, они лучше поймут картинки, чем тексты. И они лучше поймут картинки, чем ваш голос. Голос взрослого человека их уже достал к этому времени. Ну и как варианты с наклейками сделать, да, замечательный вариант, либо поставить галочку, но с наклейками веселее, либо вот просто список рутин такой. Ну и дальше, если у ребенка совсем-совсем плохо с самостоятельностью, тогда работа идет вот по таким табличкам. Ну это скорее для групп таких коррекционных. Ну тоже очень удобная вещь, когда с детками занимаемся с ОВЗ, то вещь очень удобная. То есть мы как бы делаем некий диагностичный лист, диагностический, потом просто крестики добавляем, когда ребенок навык выучил. Дальше, прошу прощения за подробности, это могут быть вот такие вот скрипты, картинки, которые показывают ребенку, что делать. Это может быть визуальное расписание, различным образом оформленное. Что еще может быть? Это могут быть социальные истории. Ну вот, например, как вести себя в столовой, что, зачем. Социальная история – это такая, как сказка или рассказ, который рассказываем ребенку. Говорим, ну вот, смотри, когда ты приходишь в столовую, первым делом нужно прийти вовремя, потом нужно вымыть руки в раковине, потом ты идешь на раздачу, потом получаешь еду, стоишь в очереди, ну и так далее. То есть все проговариваем, показываем на социальных историях, и детки это усваивают. Ну вот, еще социальные истории. Они тоже готовы есть в сети интернет, если нужно, на все социальные навыки. Ну и еще раз скажу, что вот все материалы, которые приспособлены для детей с ОВЗ, никак не помешают норматипичным детям. Вообще даже совсем нет. Ну и еще чек-лист наставника жизни, то есть как понять, что ваш ребенок, или как понять родителю, что его ребенок хорошо взаимодействует в процессе выращивания самостоятельно. То есть у ребенка базовые навыки формируются, ребенку легко пользоваться материалами, не отвлекаются, вы выстраиваете занятия, начиная с легкого этапа, ребенок в контакте, то есть он вас понимает, воспринимает, и вам это нравится, ребенка, вы ребенка поощряете, и ребенок рад этому поощрению. Вот. Это долгая-долгая работа и у детей норматипиков, запущенных родителями, и у детей с раз, с другими формами ОВЗ. Это длинный-предлинный путь, который ведет к успеху. Ну и давайте немножечко еще по методам пройдемся, методы и технологии. Методы и технологии можно разделить на две большие части. Первая – это создание обучающего пространства, а второе – это, собственно, методы работы. То есть опять у нас есть некий мир физический, есть некий мир идей. Как мы создаем обучающее пространство? Первое – это ситуация успеха нужно создать. То есть если вы ребенка обучаете навыкам, то он должен прийти к успеху в каждой конкретной ситуации. Если, например, вы обучаете ребенка навыку надевать обувь на шнуровке, и у него это не получается, это не ситуация успеха. Значит, вы понимаете, что его нужно дать какую-то другую ситуацию успеха. Ну, например, когда он научился развязывать бантик на шнуровке. То есть мы ему говорим, вот сейчас твоя задача. Вот потяни за лямочку, и бантик развяжется. Потянул, развязал. Ух ты, получилось? Ты молодец. Давай теперь попробуем другое. Складывать петелькой, что-то еще. То есть мы создаем ситуацию, в которой ребенок делает действие определенное, и он получает успех, мы его хвалим. Потом просто расширяем эту ситуацию. А такая классная штука, как предвосхищающая положительная оценка. Я уверена, у тебя все получится. Я в тебя верю, ты справишься. Тоже очень важно. Это придает детям уверенность в себе. Третье – это наличие готовых образцов поведения и результатов деятельности. То есть, чтобы ребенок понял, что от него хотят, он должен увидеть сначала со стороны, как делает это взрослый, может быть, как сделает это сверстник, или как делает это мультяшный герой. Тогда ему тоже захочется сделать по образцу. Дальше – это отсутствие страха ошибки. Кстати, возможность экспериментирования, она как раз убирает страх ошибки. Страх ошибки возникает, когда ребенок знает, что его результат оценят, и это будет оценка либо положительная, либо отрицательная. Эксперимент – это оценка на полезность. То есть, это не плохо, не хорошо, а это полезно, не полезно. Ну и это как бы… Если у эксперимента есть результат, и он не полезный, то ребенок как бы на себя не переносит. То есть, он хороший ребенок, хороший экспериментатор, но в его эксперименте получился вот такой вот результат. Следующий будет лучше. И создание проблемных ситуаций для того, чтобы научить ребенка чему-то. Ну, проще простого, чтобы ребенок научился мыть посуду, нужно ему предоставить немытую посуду. Это будет проблемная ситуация. Да, посмотри, дорогой, у нас чистая посуда закончилась. Давай попробуем вынуть. Чтобы ребенок научился стирать свои вещи, ему нужно предоставить невыстиранные вещи, чтобы ему было чем заняться. Поставьте оконечек, если понятно. Вот. То есть, это некое такое создание обучающего пространства, и теперь по формам работы. Упражнения на развитие навыков. Смотрите, здесь мы вот из общего контекста берем определенные сложные навыки. Ну, опять, все сегодня у нас про одежду. И смотрите, прежде чем мы выдадим ребенку комплект одежды, куртку на пуговках, кроссовки на завязках, шапку на пуговке или на чем-то, мы можем ему предложить вот такой вот бизи-борд. Их огромное количество у нас. Разные ценовые категории, готовые, самодельные, все что угодно. То есть, здесь мы просто отдельные навыки, мы их выделяем из всего процесса, и их ребенок разучивает самостоятельно. Это же можно перенести на другое. Это же можно перенести, например, на эмоции. То есть, отдельный навык называть эмоции, мы его учим, ну, как бы вот в такой экспериментальной обстановке. Следующее, что можно, это мастер-классы. Мастер-классы – это когда мы детям показываем, как делать. И мастер-класс от занятий отличается тем, что там очень веселая атмосфера. Если вы были на коммерческих мастер-классах, то знаете, как это проходит. И даже если вы не умеете печь кексики, рисовать или что-то еще, то руководитель мастер-классов научит вас так, что вы получите удовольствие от процесса. То есть, мастер-класс – это еще и очень приятный для ребенка процесс. Следующее – это самостоятельные опыты. То есть, мы даем возможность поэкспериментировать. Опять-таки, в какой-то ситуации, ну, может быть, чуть-чуть оторванной от жизни, но, тем не менее, эта ситуация безопасна. Дальше – это игры симуляции. Ну, если знаете систему Монте-Сори, в этой системе, конечно, много спорного, но много есть удивительно прекрасного. Вот в детских садах Монте-Сори у них есть целая зона бытового обучения или бытового обслуживания, по-разному называют. То есть, туда дети заходят, и там настоящий тазик, настоящее мыло, вода, конечно же, утюжок есть, там стиральная машинка, у кого повезло и так далее. То есть, там все настоящие взрослые вещи, и можно поиграть в эти вещи. Единственное, что они масштаба удобного для ребенка. Ну, то есть, вот такие вот игры с жизнью, можно сказать. Ну, и сюжетное обыгрывание – это хорошо тем, что детям интересно. То есть, если мы ребенку скажем, налей чай в чайничек, не получилось, повтори еще раз и еще раз, то это будет утомительно для ребенка. А если мы говорим, давай поиграем в семью котят, и ты сейчас будешь мама-кошка, и разлей, пожалуйста, чай всем котяткам, тогда для ребенка это будет очень даже интересно и весело. Вот, то есть, здесь мы тоже как бы простраиваем форму работы, начиная от простых, от изучения отдельных навыков и заканчивая некой жизненной ситуацией, в которой эти навыки могут проявиться. И на этом у меня, коллеги, все. Вы можете сейчас задать вопросы, и я на них с удовольствием отвечу. Так. Так. Можно, если хотите, анонимно записать в вопросе. Вверху есть вкладочка «Вопросы». Спасибо вам, что вы слушали. Я, может, где-то поделилась своим, потому что тоже занимаюсь с детками, и вот эта вот проблема несамостоятельности, она у нас достаточно сильна. Ну что же, я вопросов не вижу. Тогда до встречи на новых вебинарах. Я была, как всегда, рада с вами видеться, как всегда, была бесконечно рада работать на этой гостеприимной площадке. Всего вам доброго и новых свершений нашей прекрасной работы. До свидания.